Что есть Украина? Это 10-12 триллионов в валютном, в долларном эквиваленте полезных ископаемых, которые не должны достаться России, а через Россию и Китаю. Наблюдаем сейчас с большим прискорбием деградацию политико-формирующих кругов стран Запада. Нет фигур, равнозначных Кеннеди, Аденауэру, Шарлю де Голлю. Роль Литвы на международной арене многие годы заключается в том, чтобы в своей русофобии значительно опережать тех противников России, которые действительно, скажем так, являются оппонентами Москвы на стратегическом уровне. Мы не размахиваем ядерной дубинкой. Но, вспоминая слова президента России Путина «Зачем нам мир, в котором нет России», я добавлю «И Беларуси». Без Беларуси нам мир не нужен. Здравствуйте, Александр Павлович. Здравствуйте. Не так давно в Минске с визитом был российский лидер Владимир Путин. И что хотелось бы отметить, так это состав российской делегации, которая прибыла в белорусскую столицу. Ну, в частности, там был глава военного ведомства Белоусов и глава российского МИД Лавров. Хотелось бы узнать ваше мнение. О чем говорит вот именно такой состав делегации, который прибыл на встречу с нашим президентом? На сегодняшний день вопросы внешней политики, обороны, безопасности, очевидно, являются ключевыми, в том числе в белорусско-российских отношениях. Понятно, что стратегическими являются также вопросы экономики. Однако, на мой взгляд, эта проблематика взаимосвязана, поскольку, скажем так, та агрессия, с которой сталкиваются наши страны, Российская Федерация и Республика Беларусь, причем Республика Беларусь с теми или иными формами агрессивного поведения Запада сталкивается с середины 90-х годов. Она имеет несколько проекций. Это непосредственно военная проекция, экономическая и, скажем так, политико-дипломатическое выражение. В военном плане все совершенно очевидно. Мы отмечаем существенный рост военных расходов стран НАТО, в том числе соседних с нами государств, милитаризацию нашего региона. То, о чем так долго предупреждал официальный Минск, мы наблюдаем воочию на территории Украины. То есть началась горячая фаза конфликта между коллективным Западом и Россией, ареной которого выступает Украина, а не посредственными участниками, я бы так бы сказал, ланскнехтами со стороны Запада. Вот военнослужащие вооруженных сил киевского режима, те люди, которые добровольно, а многие и принудительно были мобилизованы в армию и находятся на линии боевого соприкосновения. Здесь все понятно. То есть степень военных угроз крайне высока. В этой связи Андрей Ремович Белоусов абсолютно не новый человек в российском правительстве, хорошо нам знакомый, но тем не менее в новом для себя статусе министра обороны прибыл в Минск для того, чтобы сверить часы с белорусскими коллегами. Ну и самое важное, стартовала ведь вторая фаза военных учений ядерных сил Белоруссии и России по применению подготовки, к применению нестратегического оружия. Это крайне важно, если для политиков речь идет о демонстрации или тех или иных сигналах, которые мы отправляем нашими доброжелательными, то для военных в первую очередь это учебно-боевое мероприятие. То есть военные должны быть готовы защитить наши рубежи, нашу родину в любой ситуации. И президент Белоруссии Лукашенко, человек и политик, известный своей миротворческой позицией, абсолютно не случайно, некоторое время назад на совещании с силовиками заявил о необходимости готовиться к войне ментально и стратегически. Мы никого не запугиваем, мы просто трезво смотрим на складывающуюся жестокую реальность. Это вот военная проекция. Экономическая тоже понятно, с чем мы сталкиваемся, с санкциями, с давлением коллективного Запада, с попытками ограничить Белоруссию и Россию в развитии и изолировать нас от достижения научно-технического прогресса, заблокировать наши внешнеэкономические сделки, помешать партнерам взаимодействовать с Минском и Москвой. Политико-дипломатическая составляющая, то есть, собственно говоря, то, что находится в поле зрения Министерства иностранных дел снова связано с международной изоляцией, то есть с тем, что пытаются создать вокруг России образ государства изгорен. Для нас это абсолютно не новое явление. Беларусь сталкивается с подобными тенденциями, повторюсь, с 1997 года. Знаменитый Будапештский меморандум, о котором сейчас все так часто вспоминают, впервые был нарушен в отношении нашей страны. Западное государство, дававшее Минску гарантии безопасности всего лишь по прошествии нескольких лет, ввели против Беларуси санкции. Ну вот весь этот комплекс вопросов находится в фокусе обсуждения Республики Беларусь и Российской Федерации. Я могу сказать, что по всем направлениям достигнуты весьма позитивные результаты. Мы существенно нарастили наши возможности в сфере обороны и безопасности. Наши страны демонстрируют, вопреки планам недоброжелателей, стремившихся обрушить экономики Беларуси и России, демонстрируют экономический рост. Причем это не случайно, это не только прошлый год. Текущий год подтверждает позитивные тенденции. В первую очередь достигаем этих показателей за счет усиления интеграционных процессов взаимной торговли. Ну и на политико-дипломатическом треке говорить об изоляции, например, Беларуси. Если посмотреть на график визитов белорусского лидера, это и Китай, и Арабские Эмираты, африканские страны, Монголия. Впереди еще ряд значимых визитов. Просто смешно. Беларусь уже в ближайшее время станет членом Шанхайской организации сотрудничества. Десятым государством, которое вступит в эту влиятельную международную структуру. Набирает вес БРИКС. Мы поставили перед собой задачу присоединиться и к этой организации. Россия поддерживает Минск на данном пути. Поэтому никакой международной изоляции нет и не будет. Более того, существенно изменилась мировая обстановка. Говорить о том, что коллективный запад во главе с США по-прежнему является гегемоном, доминантой, о том, что существует новополярный мир, больше не приходится. Ситуация находится в развитии. Ситуация меняется, трансформируется в сторону многополярного мирового порядка, что отвечает нашим национальным интересам. Конечно, обстановка еще сложная. Ряд угроз, вызовов. Есть и неблагоприятные прогнозы. Но мы работаем над тем, чтобы неблагоприятные прогнозы не осуществились. А те, скажем так, стратегические задачи, которые перед собой наметили союзники, были воплощены в жизнь. Вы сказали, нужно быть готовым ментально и стратегически. Если с готовностью стратегической все, в принципе, понятно, то как вы считаете, что подразумевается под готовностью ментальной? О чем идет речь? Вы знаете, сделаю небольшую оговорку. Это все же сказал не я, а главнокомандующий, президент Республики Беларусь, Александр Григорьевич Лукашенко. Я как государственный служащий взял под козырек. А как человек, я абсолютно согласен, как гражданин с этой позиции, с этой постановкой вопроса, стратегически мы подготовились. Вы действительно правы. Подвели под это и нормативно-правовую базу. Этот процесс начался с конституционных изменений, когда Республика Беларусь, скрипя сердцем, отказалась от безъядерного статуса. Прямо скажем, это было непростое для нас решение. Я думаю, что как для членов Конституционной комиссии, предлагавших данную новеллу, так и для президента, оценивавшего, скажем так, актуальность наших предложений, исходя из той международной обстановки, которая складывается в мире вокруг Беларуси в частности, и для народа, поддержавшего новый проект Конституции, и принципиальные изменения в области нашей политики в сфере обороны и безопасности, а именно отказ от безъядерного статуса. Понятно, что мы предполагали, что ситуация может вынудить нас применять определенные сдерживающие меры, вынужденные сдерживающие превентивные меры. В этой связи был запущен процесс конституционных изменений, а впоследствии и обновление военной доктрины, и концепции национальной безопасности. Подчеркну, что мы данные законопроекты принимали максимально гласно и легитимно, организуя широкое общественное обсуждение и утверждая их, в конце концов, на Всебелорусском народном собрании, представлявшем максимально широкие слои белорусского общества. То есть, в отличие от многих западных государств, где, например, в Финляндии, традиционной нейтральной стране, которая, в общем-то, весь свой позитивный международный имидж, политический и экономический капитал, заработала в послевоенные годы, проводя политику нейтралитета, во многом компенсировав сотрудничество с гитлеровской Германией первые несколько лет Второй мировой войны. А теперь, значит, от этой политики нейтралитета, не спросив общества, было принято решение отказаться, присоединиться к Североатлантическому альянсу, фактически став частью вот этого санационного кордона, или, как его еще иногда называют в экспертном сообществе, значит, цепи Бжезинского, агрессивных, группы агрессивных стран вокруг России, которые бряцают оружием. Понятно, что, скорее всего, по подсказке заокеанских, скажем так, своих сюзеренов, но все же выглядит дело так, что и самостоятельно элиты, политико-формирующие круги этих государств, безответственно подталкивают наш регион к войне. Вот в этом плане мы поступили иначе. То есть наши решения в области обороны и безопасности максимально согласованы с обществом и продиктованы теми вызовами и угрозами, с которыми сталкивается Республика Беларусь. Стратегически мы готовы. Размещение тактического ядерного оружия в нашей стране это асимметричный ответ на беспрецедентное, я бы сказал, наращивание вот милитаристской политики в Балто-Черноморском регионе со стороны государств НАТО и их союзников. Это очень важно подчеркнуть. Мы не втягиваемся в гонку вооружений. Мы не тратим более 4% от ВВП на оружие, модернизацию техники, наращивание численности вооруженных сил, как это делает, например, Республика Польша. Но вместе с тем принимаем такие меры, которые указывают нашему противнику на возможность нанесения неприемлемого ущерба в случае агрессии против Республики Беларусь. Стратегически мы просчитываем эти ситуации. Главнокомандующий принимает абсолютно правильные решения и эти решения согласованы с народом. Что касается вашего вопроса о ментальной готовности. Я не владею на сегодняшний день актуальными социологическими данными о состоянии белорусского общества в контексте обороноспособности нашей страны. Вместе с тем, хотел бы отметить, что мои личные впечатления позволяют говорить о том, что, во-первых, после 2020 года атмосфера, политическая атмосфера в Беларуси существенно оздоровилась. Во-вторых, главной ценностью белорусов, и здесь мы можем уже опираться на исследования, на социологию, являются семья, мир, благополучие, закон, суверенитет белорусского государства. Это на сегодняшний день консенсусные постулаты, объединяющие наш народ. Рискну предположить, что в случае недружественного посягательства на эти ценности, в том числе на ценность мира, которая была достигнута в нашем обществе в последние 80 лет, с момента освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и укреплена в суверенной республике Беларусь, благодаря курсу, который проводит наше правительство и глава государства, я абсолютно убежден, что народ встанет на защиту своего Отечества. Мне представляется, что в этом плане белорусы готовы к обороне в случае необходимости. Естественно, мы исключаем какую-либо внешнюю агрессию и участие в неких военных авантюрах. Нам это неприемлемо, это запрещено нашей Конституцией, это не предполагается отечественными диктинальными документами. Но защищать свое, как это прописано в военной доктрине, как мы об этом неоднократно говорили, будем всеми силами и средствами, в том числе и опираясь на возможности наших могучих союзников, в первую очередь с Российской Федерацией. Да, вы ранее сказали о том, что проходит второй этап учений с нестратегическими ядерными силами Беларуси и России. И это в том числе такая, наверное, очень значительная превентивная мера для тех, кто, как вы, опять же, сказали, захочет посягнуть на нашу суверенитет, безопасность и мир. Но, учитывая тот градус безумия, который мы сейчас наблюдаем на Западе, во многих странах той же Европы, насколько вот эти вот учения могут остудить горячие головы потенциальных агрессоров, как вы считаете? Знаете, это вернусь к предыдущей мысли. Для нас, для дипломатов, для политиков, учения являются некой манифестацией или сигналом. Мол, обратите внимание на то, что у нас есть возможность не просто защитить свою безопасность, но нанести агрессору неприемлемый ущерб. То есть, такой ущерб, от которого, собственно говоря, значит, те, кто поджигают войну, более не оклемаются. Но для военных, в первую очередь, это элемент учебно-боевой подготовки. То есть, все-таки, главной здесь является военная составляющая, а не политика дипломатическая. В военном плане мы готовы обеспечить безопасность Республики Беларусь, в том числе с применением тактического ядерного оружия. Это важный фрагмент, значит, современной региональной архитектуры безопасности. Я уверен, что в соответствующих аналитических центрах, в соответствующих службах государств, которые относят нашу страну к категории потенциальных противников, которые просчитывают возможности ведения боевых действий против Беларуси, а это не секрет для нас. Даже большого секрета здесь нет. И для тех людей, кто просто интересуется политикой, все есть в открытом доступе. Такие планы существуют. Они о них заявляют на официальном уровне, в том числе. Так вот, в соответствующих мозговых центрах анализируют именно военную составляющую. Не манифестации, а степень готовности. Учения показывают, что степень готовности отечественных вооруженных сил и вооруженных сил наших российских союзников довольно высокая. Мы в краткие сроки скрытно перебросили на территорию Республики Беларусь тактическое ядерное оружие. Было много слухов о том, что не перебросят, блефуют. Потом досужих домыслов, что не смогут применить. Россия якобы не согласует с Беларусью механизм применения. Сейчас вся эта информационная шалуха действительно спадает, и мы видим истинную картину. Никому не угрожаем, не планируем размахивать ядерной дубинкой. Вместе с тем, зная об агрессивных планах в отношении нашей страны, оставляем за собой право на ядерный ответ, включая меры превентивного сдерживания. Вот так пусть читают между строк. Это они знают, это они понимают. Но хотелось бы сказать вот что. К сожалению, горячие головы – это именно политические центры. Наблюдаем сейчас с большим прискорбием деградацию политико-формирующих кругов стран Запада. Нет фигур, равнозначных Кеннеди, Аденауэру, Шарлу де Голлю. К сожалению, не видим таких фигур. Не видим даже таких фигур, как наши агрессивные противники. В советские годы говорили бы империалисты. Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер. Таких фигур, такого масштаба мы там не видим. Замечаем все больше, к сожалению, на вершине политической власти людей зависимых, малообразованных. И прогнозировать, насколько на них могут повлиять те или иные наши действия. И даже рекомендации их собственных фабрик мыслей, синтэнк, разведок, довольно сложно. Довольно сложно. Потому что тот характер авантюрных поступков на международной арене, которые были совершены Западом в последние годы, показывает, что степень проработки решений, оценки эффекта регулирующего воздействия, к сожалению, снижается. Мы всегда с весьма высоким уважением, и я в том числе, при том, что я, скажем так, понимаю зловредную природу политики англо-американцев против нашей цивилизации, тем не менее, всегда с определенным уважением относился к их прогнозным возможностям, к, скажем так, действиям в области стратегического прогнозирования, к постоянству в области внешней политики. Сейчас, увы, могу сказать, что вот нет того, та школа, которая существовала раньше, все меньше влияет на процесс принятия политических решений. Все больше отдается эмоциям, авантюрам и ложной оценке обстановки. Для того, чтобы проиллюстрировать мое рассуждение практическим примером, давайте посмотрим хотя бы на так называемое контрнаступление Украины, которое было организовано Западом и на их призрачные надежды разгромить Россию на поле боя. Не говоря уже о том, что сложно представить то, что можно разгромить на поле боя государство, обладающее сопоставимым с США ядерным потенциалом. Это объяснялось, и это элементарные тезисы, которые должны быть понятны каждому. Но вместе с тем, этого понимания не было у американской верхушки. Хотя я совершенно точно знаю, что ряд влиятельных фигур в Вашингтоне, вовсе не относящиеся к нашим друзьям, предупреждали именно об опасности подобного рода развития событий. И сейчас человечество, как никогда, может быть, даже более чем в годы Карибского кризиса, близко к Третьей мировой войне и ядерному тупику. Увы. Знаете, мне кажется, на Западе все-таки отчасти провал вот этого контрнаступления понимали. Но во всяком случае понимали тот факт, что на поле боя, как Вы сказали, ядерную державу победить не представляется возможным. Но они же не могли сказать об этом прямо. То есть украинцы не стоит пытаться воевать с Россией, потому что Вы все равно ее не победите. Они-то понимали, но не озвучивали. Мне кажется, так, наверное. Простите за автологию. Понимаете, понимали. Мы должны задаться вопросом, кто понимал. Если мы говорим о тех оставшихся военных профессионалах или специалистах в области международной безопасности, просто грамотных экспертов политического характера, да, возможно. Какая-то часть политических кругов вероятна. Выступали определенные люди и гласно с предупреждениями такого рода. Понимала ли эта верхушка Соединенных Штатов Америки, вот все эти странные люди, которые группируются вокруг престарелого президента США Великобритании, Германии, Франции. Сложно сказать. Если понимали, то почему же тогда именно их техника и вооружение обеспечили в военном смысле это контрнаступление. Нужно осознавать для себя, что Украина и украинский режим при всей своей внешней воинственности заявлениях вот этого Буданова скажем так руководителя предводителя нынешнего киевского режима Зеленского и всех остальных не субъектен в финансовом и военно-промышленном плане. Львиная доля финансирования украинской государственной жизни во всех смыслах поступает из стран Запада. Поэтому наш президент Александр Лукашенко неоднократно говорил о том, что США могут остановить эту войну в любой момент. Но в Соединенных Штатах Америки есть честный человек, не относящийся к нашим друзьям, наоборот, являющийся лютым врагом всего того русского, постсоветского, советского, то есть всей той цивилизационной общности, которая существует в пространстве Северной Евразии. Сенатор Линдси Грэм. И он абсолютно честно, с предельным англо-американским цинизмом говорит нам о том, что, во-первых, США рассматривают войну в Украине как удачную инвестицию, так как руками русских, а они русскими понимают украинцев, как бы украинцам не казалось, что это не так. Руками русских уничтожают русских, то есть осуществляют мероприятия в их понимании по сдерживанию России, а во-вторых, второе его высказывание заключается в том, что Украина, что есть Украина, это 10-12 триллионов в валютном, в долларном эквиваленте полезных ископаемых, которые не должны достаться России, а через Россию и Китаю. То есть понимание того, что Россия, Китай, другие государства бросают вызов однополярному миропорядку, есть совершенно точное. Понимание того, что Украина геостратегический центр, влияющий на положение в нашем регионе, было сформулировано еще Збигневом Казимежем Бжезинским, в его книге «Великая шахматная доска», там есть теория геополитических игроков и геополитических центров, вот по этой геостратегических центров. По мнению Бжезинского, Украина является одним из геостратегических центров планетарных, важных, то есть контроль над Украиной может привести к разрушительным последствиям для конкурентов США. Задача США выявить геостратегические центры в мире и, как он пишет, защитить их, то есть читай, взять под контроль. Поэтому с их точки зрения война вполне цинична. Я говорю о другом. Я говорю о том, что они искренне считали, что смогут чужими руками, читай, украинскими, загребать жар, то есть победить Россию на поле боя. А ведь, опять-таки, не потому, что это наш президент, а потому, что, на мой взгляд, это абсолютно правильная, мудрая мысль. То, чего не хватает сейчас европейским политикам, западным, они могут нас не любить, считать своими оппонентами, но, скажем так, просчитывать ситуацию хотя бы на один шаг вперед, на мой взгляд, любой ответственный руководитель обязан. Президент наш сказал о чем? Россия обязательно победит в этой ситуации. вопрос лишь в том, какое оружие России придется применить. И мы видим, к сожалению, затягивание войны, но при этом мы видим, что все более и более смертоносное оружие вводится в боевые действия. Первоначально-то войну можно было закончить первые два дня. На территории Беларуси все было готово для подписания договоренностей. Но те, кто стоял за спиной киевского режима, решили продолжать войну. Возможно, все было готово впоследствии для подписания в Стамбуле. Такие договоренности даже были парафированы украинской стороной. Но те, кто стоял за спиной киевского режима, решили, что они могут в этой войне победить Россию. Отсюда и швейцарская конференция, которая предстоит. Ведь всем уже очевидно, что это не будет событием планетарного масштаба, как это замышлялось. Но бюрократический механизм, который был заведен в США, организаторами этой конференции являются США. Как бы они не прятались за ширмой Украины и якобы нейтральной Швейцарии. Вопрос не об этом. Вопрос о том, что это часть общего плана. И этот план формировался в преддверии так называемого контрнаступа. Контрнаступ, снабженный западной чудо-техникой, должен был быть успешным. И здесь, на саммите в Швейцарии, мир, объединенный под американским флагом, однополярный мир, за который они борются, как выразилось уже бывший государственный деятель США Виктория Нуланд, должен был продиктовать Россию условия капитуляции. Понимаете? Они уже сами, скажем так, с этой телеги спрыгнули, я имею в виду швейцарскую мирную конференцию, потому что понятен ее провал. США не могут провалиться, пусть Украина провалится, но вместе с тем замышлялось в вашингтонских кабинетах это именно так. И я еще раз повторюсь, что таким образом рассуждать могли лишь профаны и политические авантюристы. К сожалению, таких все больше и больше. Поэтому, когда вы задаете мне вот эти глубокие вопросы, я с грустью оцениваю обстановку, ибо не могу прогнозировать ее развитие. Я не могу представить, что может сбретить в голову обезьяне с гранатой. Бросит она ее? Или все же не станет дергать чеку? Да, учитывая то, насколько вот этот вот Линдси Грэм одиозный персонаж, его действия и высказывания предсказывать очень сложно. Это же он, если не ошибаюсь, сказал о том, что мы вкладываемся в убийство русских, и это наше лучшее капиталовложение. Да, я об этом говорил, это инвестиция. Но повторюсь, Линдси Грэм, понимаете как, он, конечно, политик одиозный и абсолютный наш враг. Он сам себя обозначил каким образом. Но он говорит предельно честно, я призываю вообще следить за его высказыванием. Там нет никаких экивоков и попыток что-либо заретушировать. Все предельно откровенно. Обыкновенный фашизм. Абсолютно. И, кстати говоря, об одиозных политиках. Вы говорили о том, что США пытаются за счет Украины решить какие-то свои проблемы, загребать чужими руками жар. Говоря так. И мне кажется, не только США пытаются так поступить. Возвращаясь к высказыванию главы литовского МИД Ландсбергиса, который он сделал не так давно, о том, что Украина в принципе может наносить удары по территории Беларуси, если там будут находиться российские военные объекты. Что-то такое он сказал. Разве это не попытка решить какие-то свои задачи руками украинцев? Во-первых, российские военные объекты находились на территории Беларуси еще в тот период, когда Габрилий Ландсберг исходил в детский сад. И мы никуда не собираемся эти объекты выводить. Право аренды таких объектов продлено. И Республика Беларусь с Россией связывают тесные отношения военно-стратегического характера. Вместе с тем, почему такие заявления сделал руководитель Литовского внешнеполитического ведомства? Нам понятно, что Литва пытается в определенном смысле выпрыгнуть из штанов, чтобы понравиться американскому руководству. То есть роль Литвы на международной арене многие годы заключается в том, чтобы в своей русофобии значительно опережать тех противников России, которые действительно являются оппонентами Москвы на стратегическом уровне. Мы заявления министра иностранных дел Литвы рассматриваем достаточно серьезно. Это все-таки должностное лицо. Вместе с тем, мы понимаем природу этих заявлений. Тем не менее, Литва стремится подталкивать к агрессии другие государства НАТО. Мы прекрасно помним, как уже бывший президент Литвы Даля Грибаускайта ставила перед своим МИДом безумную задачу остановить строительство белорусской атомной электростанции. Мы знаем, как Литва пыталась вмешиваться в электоральные процессы в Беларуси. Мы знаем, кто на сегодняшний день содержит в прямом смысле Тихановскую, которая при всей своей политической несостоятельности юридически является вожаком и верховодом бандформирования, созданного с целью антиконституционного переворота, насильственного свержения власти в нашей стране. Содержание Тихановской с ее двором обходится литовскому бюджету в полмиллиона евро. Это исключительно ее нахождение на территории Литвы и обеспечение для Тихановской тех протокольных мероприятий, которые положены главе государства. Ведь Литва именно Тихановскую признает в качестве главы государства. Они ей выделили государственную охрану, она перемещается с кортежем по литовской столице. Что это как не вмешательство внутренних дел Беларуси? Понятно, это агрессивное, наглое, беспардонное вмешательство. Другое просто дело, что не по сеньке шапка. Литва на сегодняшний день не может выполнить ту миссию по осуществлению госпереворота в нашей стране, которую она на себя взвалила. Даже стремясь понравиться американцам и даже при их поддержке. То есть в этом плане мышление литовской политической элиты, которые, себя какими-то наследниками кунигазов и реальный геополитический вес литвы сильно различаются. Однако мы оцениваем эти заявления и, скажем так, вносим их в копилку, в общую копилку тех вызовов и угроз эскалации, которую провоцируют западные соседи России и Беларуси. Ничего, мы готовы к любому развитию событий и Литве, о чем мы неоднократно предупреждали, тех людей, кто способен мыслить здраво по ту сторону границы в случае начала военных действий в нашем регионе точно не поздоровится. Это будет одна из наиболее пострадавших стран. И я сомневаюсь, что по завершению большой войны в Европе, которой, вероятно, так жаждет Габрилис Лансберлис, можно будет говорить о сохранении литовской государственности в принципе. Хотя, конечно, нам также известно о планах многих из этих марионеточных политиков. Они очень тесно связаны с кругами послевоенной эмиграции, осевшими в США и Канаде. Это в основном потомки прогитлеровских коллаборационистов. Планы нам известны. Они, конечно, намерены повторить путь своих предшественников, которые сотрудничали с гитлеровцами, и сбежать куда-то за океаном. Но, понимаете, ситуация такова, и вот игры с безопасностью это как игры детей со спичками, на самом деле. Даже в период существования антагонистических держав по своей идеологии Соединенных Штатов Советского Союза, то есть мы были абсолютными антагонистами у политиков формирующих кругов на стратегическом уровне, хватило государственной мудрости не опустить планету в ад ядерного конфликта. К сожалению, сейчас эти времена позабыты. Вот 80 лет победным нацизмом скоро будет отмечать человечество, но социологические опросы во многих западных странах, например, во Франции, показывают на то, что значительная часть молодежи в принципе не в курсе событий и обстоятельств той великой войны, которая была 80 лет назад. Да, если я не ошибаюсь, когда проводили вот этот опрос, и спрашивали, какая страна внесла наибольший вклад в победу над гитлеровской Германией на первом месте, по результатам опроса, по-моему, Великобритания оказалась. Насколько я помню, вы правы, но я бы еще отметил тот факт, что здесь речь идет вот о чем. Тот пример, который вы привели, свидетельствует об искаженном историческом сознании, а я говорил о том, что там, по-моему, изменяет память, больше 20% в принципе не в курсе того, что человечество пережило 80 лет назад, находясь на краю пропасти грандиозную катастрофу, после которой, конечно же, повторить эту ситуацию могли только лишь совершенно бессовестные люди, не отдающие отчета своим действиям. А все-таки ответственные политики, несмотря на весь антагонизм, взаимную ненависть, непонимание и неприятие, находили в себе силы договориться и не погружать человечество в этот ад. Ну, прошли десятилетия, многих история не учит. Повторяю, наша позиция, не устаю это повторять, заключается в том, что мы не размахиваем ядерной дубинкой. Но, вспоминая слова президента России Путина, зачем нам мир, в котором нет России, я добавлю, и Беларуси. Без Беларуси нам мир не нужен. Вот, мы и будем защищаться. Вот, сейчас как-то все больше говорили о уровне европейских политиков с негативной стороны, но здесь справедливость ради нужно было бы отметить, наверное, и таких политиков, как тот же Орбан или Фиццо. Никто не говорит, что они про-белорусские или про-российские, но это просто про-венгерские и про-словацкие политики, которые отстаивают интересы своего народа. Так вот, я к чему все это клоню? В Европе недавно прошли выборы в Европарламент, и его состав, ну, может быть, не так значительно, но, во всяком случае, заметно изменился. А вы как бы охарактеризовали нынешний состав Европарламента и тех политиков, которые пришли на смену предыдущему? Начну с Орбана, Фиццо, вами упомянутых. Сюда же следует, на мой взгляд, относить президента Сербии Вучича. Речь для нашей страны так точно не идет о том, чтобы эти политики занимали про-белорусскую позицию. Для нас совершенно очевидно, что национальный лидер в среднем европейском государстве должен занимать позицию в интересах собственной страны и собственного народа. Но именно на совпадении национальных интересов, на готовности отстаивать суверенный путь с одной стороны и понимании принципа не вмешательства в суверенные дела третьих стран мы можем находить общий язык и договариваться и договариваемся. Следствующее, чему в том числе недавний визит министра иностранных дел Венгрии в белорусскую столицу. Несмотря на все эти безумные антибелорусские санкции и выпады со стороны правящих кругов Европейского Союза, членом которого Венгрия является. Но вы же видите, как эта верхушка пытается расправляться с любыми проявлениями инакомыслия. Что произошло с премьер-министром Словакии Фицу? Ведь обратите внимание, он не нарушал блоковую дисциплину. Он не выходил из санкционного режима против России. Это невозможно. Он лишь приостановил поставки оружия в Украину. Тем самым засвидетельствовал свою миротворческую позицию. Невозможно добиться мира, разжигая огонь войны. Это ведь совершенно понятно. Это во-первых. А во-вторых, почему так действовал Фица, по той простой причине, что Словакия сама оказалась фактически беззащитна. Все запасы техники, вооружений сколь-нибудь значимые, средства противовоздушной обороны были переданы киевскому режиму и утилизированы на территории Украины. Создание новой системы обороны требует значительных финансовых вливаний и времени, которого нет. А это разве это не то, на что рассчитывали американцы в отношении не только Словакии, я имею в виду, но и других стран Европы? Естественно, это еще большее втягивание в зависимость военно-техническую и финансовую, потому что денег нет, необходимо брать кредиты, развитым военно-промышленным комплексом обладают США, если там, понятно, есть Франция, есть другие европейские государства, но мы прекрасно помним, когда речь шла о больших деньгах, как о Париж, американцы вытерли ноги и выбросили их из контракта, выгодного контракта по оснащению подводного флота Австралии. Там речь шла о десятках миллиардов долларов и сразу же было забыто о том, что Франция является неким союзником и партнером по НАТО. Ну да ладно, мы просто видим тенденцию к тому, что тех самостоятельных политиков, которые осмеливаются поднимать свой голос в защиту национальных интересов, не в защиту России и Беларуси, а в защиту национальных интересов. А национальные интересы их стран диктуют целесообразность сотрудничества с нами на некоторых направлениях. Их пытаются всячески уничтожить в политическом плане и даже физически. Вот не получилось свергнуть Вучича в Сербии после известных событий, не получилось отстранить от власти Орбана, не получилось предотвратить приход к власти народного словацкого лидера Фитца, которого до этого тоже вот эти независимые прессы, так называемые, независимые от кого? От национальных правительств, а зависимые от центров Джорджа Сороса и иных структур. Они его ведь пытались оболгать, шельмовали на протяжении многих лет в Словакии. Те, кто немножко следит за политикой в этой стране, это прекрасно знают, но не получилось. Не получилось предотвратить его приход к власти. Тогда они организовали на него покушение. То есть фактически попытались убить и почти достигли своей цели. Премьер-министр Грузии, страна, которая сейчас делает робкие шаги в направлении укрепления суверенитета. Не имея при этом дипломатических отношений с Россией. Их упрекают в некой пророссийской стране. У них даже дипломатических отношений нет. Которые, кстати, нужны, на мой взгляд, Грузии, потому что это возвращение к нормальности. Лучше диалог вести по официальным каналам, а не через Швейцарию и через какие-то непонятные площадки. Но ситуация заключается в следующем. Робкие шаги и сразу же угроза убийства. Сразу же попытки цветных революций. Хотя это всего лишь мнение грузинского общества и ответ грузинского руководства на общественный запрос о наведении суверенного порядка в секторе неправительственных организаций. Пусть бы кто-то попробовал делать хотя бы малую толику того, что вытворяют эти неправительственные структуры, получающие денежные средства из-за рубежа от различных фондов, напрямую либо косвенно связанных с иностранными разведками в западных странах и в первую очередь в США. Десятилетие тюремного срока было бы обеспечено подобным лицам, иностранным агентам, не говоря уже о так называемых демократиях в странах Балтии, Польше и иных государствах. Но возвращаясь к вашему вопросу о Европарламенте, как мы к этому относимся? Спокойно. Мы спокойно наблюдаем за изменениями политического ландшафта Европы. Во-первых, не стоит переоценивать степень влияния европейского парламента в системе принятия решений в Евросоюзе. Все же основную роль принадлежит европейской комиссии, кроме того, в западных странах весьма развитая так называемая сфера шедл-полисей. Я не буду в это углубляться, но теневая политика и теневые механизмы принятия решений при всей демонстративной гласности и публичной институтах имеют место быть. И здесь как раз таки собака зарыта в оценке тех или иных проблем и тех или иных шагов Европейского Союза и коллективного Запада в целом. Это первое. Второе. Успех несистемных партий тоже объясним. Объясним тем, что в Европе поступательно, начиная еще с пандемии коронавируса так называемой, а может быть и ранее, ухудшается условие жизни для среднего класса. Сначала это объяснялось коронавирусными ограничениями. Сейчас почему-то люди в Португалии должны оплачивать военные издержки режима в Киеве. Ну, условно в Португалии и так далее. Поэтому люди ищут возможность поддержать несистемных политиков, сдержать которых становится все сложнее и сложнее административно репрессивными методами. Но нужно понимать, что в этих правых партиях, так называемых правых партиях, есть определенная политическая идеология людей, которые, скажем так, нелояльно настроены в отношении наших стран, которые исповедуют совершенно чуждые нам подходы к исторической памяти и далеко не всегда являются нашими друзьями. При том, что ситуативно и мы, и они, например, выступаем против определенных глобалистских тенденций, засилия евробюрократии, скажем так, стирания национальных отличий и национального суверенитета государств. Вот, поэтому мы будем оценивать персонально все политические силы, которые вошли в состав Европарламента, в том числе на предмет выстраивания возможных партнерских связей с Республикой Беларусь, с нашими парламентскими и дипломатическими структурами. У нас наши подходы общеизвестны. Они тоже сформулированы главой государства, который в магистральном смысле направляет нашу внешнюю политику. Мы готовы работать со всеми, где нас любят и ждут. Во всех регионах мы никогда дверь для Запада не закрывали. Наше географическое положение фактически в центре Европы. В этой связи мы готовы вести диалог, мы были инициаторами этого конфликта. Диалог с теми здравомыслящими и адекватными главными силами, которые есть в Европейском Союзе. Да, пока это не мейнстрим, скажем так, стратегически евробюрократия сохраняет контроль над процессами в этом интеграционном блоке. Но вместе с тем, я думаю, что появится больше людей, готовых приехать в Минск, готовых работать с нами на парламентском уровне, готовых поднимать вопрос отмены санкций против Беларуси. Это все то, что мы называем дипломатическим треком. И вот на этом направлении Республика Беларусь намерена тщательно проанализировать, исследовать итоги выборов Европарламент для того, чтобы использовать в контексте наших национальных интересов. Абсолютно не скрывая об этом говорю. Отлично. Все-таки получилось перевести нашу беседу в более позитивное русло. И вот на этой позитивной ноте позвольте ее закончить. Вам, Александр Павлович, спасибо большое за то, что выделили на время за ваши развернутые ответы и вашу аналитику. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров Корректор А.Егорова